Новости на канале СТВ, в студии Юлия Александрова. Здравствуйте! Новости на канале СТВ, в студии Юлия Александрова. Ольга Стасевич всего лишь 10 дней как мама. Все заботы о маленькой дочери, ей в радость были риски, поэтому вся беременность прошла под пристальным наблюдением врачей. Это у меня первый ребенок, запланированный. Роды прошли хорошо, без осложнений. Все было в рабочем режиме. В общем, все хорошо. Планы на будущее, но еще планируем детей. Как минимум двоих. Рождаемость нашей стране в последнее время радует. Если в 2010-м в год появлялось на свет 109 тысяч малышей, то уже в 2014-м эта цифра выросла почти на 9 тысяч. Самые свежие данные статистики весьма оптимистичны. За 9 месяцев нынешнего года родилось на 1324 ребенка больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Да и в целом рождаемость в Беларуси стала серьезно преобладать над смертностью. Если в 2010-м на 25 тысяч человек умерло больше, чем родилось, то показатель нынешнего года почти 7 тысяч в пользу новорожденных. Показатель демографии – младенческая смертность. В Беларуси самая низкая в СНГ. Так, в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске выхаживают самых сложных малышей. Шанс появляется даже у недоношенных весом в полкилограмма. Современное оборудование стоит немалых средств. Однако на женщинах и детях здесь не экономят. В рамках национальной программы демографической безопасности приобреталось оборудование. Это инкубаторы, это аппараты искусственной вентиляции легких. У нас в стране показатель младенческой смертности составляет 3,5 промилле, что является самым низким среди стран СНГ и одним из тех показателей, которые могут быть примером для многих западных стран. Еще в августе на совещании у президента обсуждали новые механизмы поддержки семей, воспитывающих детей. Тогда конкретно прозвучало 10 тысяч долларов. Именно такая сумма должна была поступать на счет новорожденного. Звучали и другие предложения. Все самое интересное и эффективное легло в проект указа. Но прежде чем поставить подпись в весьма важном документе для каждого белоруса, Александр Лукашенко сегодня встретился с министром труда и соцзащиты, чтобы окончательно обсудить все детали. Вот указ на столе по поводу всех наших разговоров, договоренностей по государственной поддержке семей, воспитывающих детей и стимулирования рождаемости. Мы определились, что для нас это наиважнейшая проблема. Население должно в Беларуси прирастать. Что для этого государство должно сделать? Меры, мы договорились, будут долгосрочные. 10 тысяч за каждого третьего и последующих детей, родившихся. В 18 лет они могут воспользоваться этим капиталом. Это уже будет, мы посчитали, 14, может даже 15 тысяч долларов. Это деньги хорошие. Это долговременная поддержка. Есть и текущая поддержка, краткосрочная, материальная помощь, выплаты небольшие, кредиты на жилье, льготные и так далее. Ошибиться нельзя. То, что обещаем, должны обязательно сделать. Излишеств тут тоже быть не должно. Раньше по 6, по 7, по 8 детей и 9 даже рожали и никакой поддержки ни у кого от государства не требовали. Главное для Беларуси, что надо сделать и что мы сделали для поддержки вот этих семей. Как и обсуждалось и ставили задачи на совещание, данный проект указа прежде всего направлен на стимулирование рождений вторых и последующих детей. И он носит комплексный такой характер. Поддержка долгосрочная, 10 тысяч долларов. Для этого вида выплат мы предложили 5 лет действия выплаты под этой программой. Посмотреть, как это будет работать. И только для граждан Республики Беларусь и постоянно проживающих на территории Республики Беларусь. Человек, в принципе, только должен будет обратиться в местный орган власти и за назначением, а потом через 18 лет за получением. Обращаться за назначением этого социального бонуса можно будет в течение полугода со дня рождения ребенка. 18 лет деньги будут на депозите в Беларусьбанке. Семейный капитал возможно потратить на жилье, образование и медуслуги в течение трех лет после совершеннолетия. В исключительных случаях эти деньги выдадут досрочно, если вдруг понадобится оплатить лечение. Семейный капитал – это долгосрочная поддержка, своеобразная подушка безопасности на будущее. В проекте указа предусмотрели финансовое подспорье и на каждый день. Если двое несовершеннолетних детей, то пока младшему не исполнится три годика, то есть это то время, когда один из родителей или какой-нибудь родственник ухаживает за этим ребенком, то вот на этот период, пока младшему не будет три года, на этот период будет выплата в размере 50% бюджета прожиточного минимума. Вопрос быть или не быть второму ребенку в семье зачастую решается не в пользу пополнения из-за отсутствия собственных квадратных метров. Поэтому предлагают для молодых семей с двумя несовершеннолетними снизить стоимость кредитов до минимальных 5%. Эти новшества наверняка станут настоящим новогодним подарком для белорусов. Ведь ожидается, что данные правила начнут действовать уже с 1 января 2015-го. Ольга Юрудь, Ольга Власовец, Николай Синчила, телекомпания СТВ. Обустройство государственной границы, ее техническое обеспечение стали темой рабочей встречи президенту Белоруссии и председателя погранкомитета Леонида Мальцева. Александр Лукашенко поинтересовался, есть ли экономический и стратегический эффект от внедрения дорогостоящих технических новинок. Также обсуждали и вопрос по украинской границе. Президент поинтересовался и ходом выполнения его поручений. Я рассматриваю, какая перспектива была. Было ряд поручений. Я редко бываю в каких-то подразделениях, так как побывал у вас, у пограничников в свое время. Я имею в виду, когда мы тщательнейшим образом рассматриваем даже детали некоторых вопросов, касающиеся ведомства. Но не потому, что я сам пограничник. Бывших же не бывает пограничников и военных тоже. Проанализировав вопросы, мы договорились о том, что мы выработаем перечень вопросов, которые должны будут вами решаться. Я хотел бы услышать, как решаются эти вопросы. В том числе по оптимизации организационной структуры, личного состава. Второе – это сама граница. Обустройство инфраструктуры. Обустройство самой границы инженерное обеспечение. Чтобы мы не втрескались в сомнительные какие-то мероприятия. Вот я никак не могу привыкнуть к этим вашим беспилотникам. Если они дают эффект, и вы за счет этого меньше средств тратите на охрану границы, больше обнаруживаете нарушителей и так далее, и так далее. Ради бога. Пусть это будет современно. Но не дай бог, мы неправильным путем пойдем. Вот этого допустить нельзя. Ну и очень важный вопрос – украинская граница. Мы договаривались, что нам надо серьезным образом вести работы на украинской границе в плане демаркации этой границы. Ну, украинские друзья не могут на нас обидеться, потому что не мы были инициаторами этого. Они этого захотели. Они эту работу начали. Мы вынуждены также были начать эти работы. Как они работают, как мы работаем, и что вообще происходит на украинской границе, насколько она может нас сегодня настораживать, волновать и так далее. Состояние пограничной безопасности страны оценивается как стабильное. Органы пограничной службы выполняют свои задачи в штатном режиме. В напряженном и динамичном состоянии сейчас находятся пункты пропуска накануне рождественских и новогодних праздников. Но мы готовы. То есть наплыв техники. Да, начинает увеличиваться. Ну, товары, как обычно, закупают и так далее. Но мы готовы к любым изменениям ситуации. Поручения главы государства по обеспечению надежной пограничной безопасности выполняются качественно, доложил Леонид Мальцев. Оптимизирована организационно-штатная структура. Это усилит охрану госграницы, в том числе на южном направлении. Уже развернутые две погранзаставы для усиления охраны рядом со строящейся атомной электростанцией будет еще один отряд и в Мозре. Обновленный технический арсенал пограничников сейчас тестируют электронную очередь, когда, записавшись заранее, можно пересечь границу в определенное время. С 1 декабря в пункте пропуска Козловичи в тестовом режиме эта электронная очередь начала свою работу. Мы отработаем в тестовом режиме, определимся, так сказать, с нюансами и будем тогда продолжать на всей государственной границе. Одновременно завершается разработка проекта указа президента, который позволит создать правовое поле для внедрения электронной очереди. Ситуацию с запретом поставок белорусской продукции в Россию сегодня прокомментировали в Совмине. Позицию правительства озвучил Михаил Мясникович. По словам премьер-министра, Беларусь выполнила все условия Совета Евразийской экономической комиссии для урегулирования ситуации. На перерабатывающих предприятиях усилен лабораторный контроль. Дополнительно около 150 сотрудников будут проверять входящее сырье, объемы и качество производства. Белорусские специалисты совместно с российскими ВЕД и санслужбами открыто работают по каждому нашему предприятию, попавшему под ограничения. Таких вдруг оказалось 23. В правительстве рассчитывают, что ситуация с ними разрешится в ближайшие 10-15 дней. Беларусь выполняет и все договоренности с Россией по транзитным грузам для третьих стран. Первое, мы усиливаем внутренний контроль, в том числе и по товарам, поступающим извне. Второе, мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства в рамках Евразийского экономического союза и обеспечиваем транзит беспрепятственно по товарам и грузам, которые идут в интересах третьих стран. Я думаю, что переговорный процесс, он, конечно, непростой, но какого-то произвола и торговых войн не будет с нашей стороны. Это не белорусский стиль и методы работы. И вот первые результаты переговоров, которые прошли накануне в Москве. Россельхознадзор дал добро на возобновление поставок к Калинковическому мясокомбинату. За последние четыре года завод был модернизирован, впрочем, как и вся белорусская перерабатывающая промышленность. Все это в итоге положительно сказывается на качестве продукции, которая идет в России на расхват. А конкуренции добросовестны и не всегда. Александр Добрьян. Новость о запрете поставок в Российскую Федерацию на Калинковическом мясокомбинате не стала неожиданностью. Предприятие было одним из последних в черном списке Роспотребнадзора. Формальные причины, приведшие к запрету из уважения к своим российским коллегам, здесь не комментируют и сегодня. Даже после отмены самого запрета. Ни следов АЧС, ни палочек, ни сальмонеллеза. Вообще каких-либо патогенов в продукции комбината никогда не находили. Официальной причиной для запрета стало превышение общего микробного числа в одной единственной пробе охлажденного мяса. Годы безупречной работы на российском рынке и тысячи анализов, подтверждающих высокое качество продукции, для Роспотребнадзора оказались не важны. В производственной лаборатории ужесточен внутренний контроль производства мяса. Мы проводим исследования каждой отгружаемой продукции мяса и дополнительно усилился контроль исследования мяса в других независимых аккредитованных лабораториях. Каких-то особых поводов для снятия запрета также не понадобилось. Захотели – запретили, захотели – разрешили. Логика российских контролирующих служб лежит явно не на поверхности. Есть уже подтверждение о том, что мы открыты на Россию. Роспотребнадзор с 5 декабря 2014 года отменяет ранее введённое временное ограничение на поставку в Российскую Федерацию продукции предприятий Республики Беларусь в Калинковичский мясокомбинат. И без того качественные калинковичские колбасы и мясо за две недели запрета каких-то сверхъестественных качеств не приобрели, не менялась и сырьевая политика предприятия. Нашу продукцию на 100% можно считать белорусской, потому что мы при своём производстве используем только белорусское сырьё. Сырьё от наших сельскохозяйственных предприятий, которые находятся в нашей сырьевой зоне в Гомельской области. Свинину и говядину из европейских стран и других стран мира мы на свои предприятия не завозили. Можно предположить, что запрет на ввоз белорусских продуктов – это часть стратегии ответных санкций России в отношении западных оппонентов. Тогда получается, что втянутые в это чужое противостояние добросовестный белорусский производитель Калинковичский мясокомбинат на пустом месте лишился 700 миллионов честно заработанной прибыли. Российский рынок для нас – основной рынок. Это порядка 90% наших продаж. За время простое, порядка 7 дней мы не отгружали на рынок Российской Федерации продукцию. Мы каждый день теряли порядка 100 миллионов. Наши постоянные покупатели с пониманием отнеслись к тому, что происходило. Практически все подтвердили готовность работать с нами. То есть, я думаю, всё, что было у нас до этого наработано, мы сохраним и по возможности приумножим наших покупателей. Кстати, за две недели запретов курс российского рубля к доллару существенно изменился. Так что рентабельность российского рынка для белорусского мяса ещё нужно просчитать. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. Белорусские пограничники с начала декабря вывели почти 260 тонн товаров, которые везли из России с нарушением законодательства. Об этом сообщили в Госпогранкомитете нашей страны. Всех необходимых документов на товар у водителей большегрузов не было. В частности, отсутствовали данные о прохождении ветконтроля партии в 13,5 тонн молочной продукции, которые водители планировали ввести в Беларусь. Защита внутреннего рынка в приоритете для правительства. С начала декабря этого года пограничниками совместно с другими правоохранительными органами на российском направлении предотвращено 19 случаев незаконного перемещения товароматериальных ценностей. В большинстве случаев это продукты питания, такие как макаронные изделия, мука, масло. Задержанный груз с общей массой более 257 тонн передан в Могилевскую таможню. В Беларуси вводятся дополнительные меры по защите прав потребителей. Это предусмотрено указом, который президент подписал сегодня. Так, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач наделяется дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением санитарных норм и правил в сфере розничной торговли и общественного питания. Кроме того, полномочия на регулирование и контроль за ценообразованием на отдельные потребительские товары и услуги будут переданы от Министерства экономики и Министерству торговли. Глава этого ведомства наделяется правом принимать решение о запрете работы объектов торговли и общественного питания в случае нарушения законодательства. Запрет Россельхознадзора на транзит импортных продуктов без российского досмотра противоречит базовому принципу евразийской интеграции, свободе перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Такая реакция последовала со стороны Национальной палаты предпринимателей Казахстана на действия России. По их мнению, прохождение досмотра в пунктах пропуска на границе между государствами-членами Таможенного союза является излишним барьером для партнеров по интеграции. В надежде на безбарьерное соседство Армения ратифицировала договор о вступлении в Евразийский экономический союз. Такое решение приняло абсолютное большинство депутатов парламента страны. Напомню, соглашение о присоединении к ЕАЭС Армении было подписано 10 октября в Минске. Сейчас кандидатами на вступление в союз являются еще Таджикистан и Кыргызстан. Около 40 государств готовы создать в ЕАЭС зону свободной торговли. Вступление Армении означает выход Евразийского экономического союза на Кавказский регион. И в перспективе Армения, несмотря на то, что она не имеет общей границы с той же Россией, Казахстаном, другими участниками Евразийского экономического союза, она может стать связующим звеном Евразийского экономического союза и стран Средней Азии. Армения являлась традиционной страной, которая имела отношение с Россией в долговременной перспективе. И это, конечно, влияет на ее выбор. Армения, безусловно, очень внимательно отслеживает ситуацию, которая связана с продуктовым эмбарго. А вот те сложности, которые возникли между Белоруссией и Россией по поводу транзита, реэкспорта продовольственных товаров. Безусловно, за этой ситуацией следят как внутри таможенного союза все государства, так и те страны, которые только присматриваются и отдумывают свое будущее членство. Поэтому, конечно, вся эта ситуация, она не в пользу евразийской интеграции. Напомню, договор о создании Евразийского экономического союза Беларусь, Россия и Казахстан подписали еще в мае нынешнего года. Тогда договорились о проведении согласованной экономической политики. В силу соглашения вступит в январе. Врачебная ошибка едва не стоила жизни 11-летнему ребенку. Банальный перелом руки обернулся ее полной ампутацией. Трагическая история началась еще в августе, когда мальчик несколько дней после вполне обычной травмы проходил со слишком тугим гипсом. И пока следователи выясняют, кто виноват, шестиклассник стал инвалидом. О скандальном деле из первых уст. Репортаж наших корреспондентов. Я очень хотела пойти в армию и стать солдатом. Настоящая мужская мечта. Мечта, которой не суждено сбыться. 11-летний Стас летом упал с качелей и сломал руку. Оршанские врачи наложили мальчику гипс и отпустили домой. Однако уже к вечеру боли в руке терпеть стало невозможно. И к тому же у ребенка поднялась высокая температура. Когда рука болела, я просыпался в 2 часа ночи. И вот так вот сидел до утра. За помощью мама с ребенком обратились к врачам по месту жительства. В Дубровинскую больницу. Но там заверили. При переломе такое бывает. Через 5 дней нестерпимых болей пальцы на левой руке начали чернеть. В таком состоянии мальчика доставили в детскую областную больницу. Здесь собрали лучших врачей из Витебска и Минска. Но они вынуждены были признать. Спасти руку уже невозможно. Был выставлен диагноз гангрены предплечья с переходом на плечо. В консилиуме было принято решение, что необходимо произвести операцию ампутацию конечности ввиду тяжелого состояния. И состояние, которое угрожало жизни ребенку. Сейчас жизни Стаса уже ничего не угрожает. Мальчику обещают сделать первичное протезирование. После 20 лет и вовсе поставить современный биохимический протез. Все расходы на себя возьмет областной бюджет. Те же, чья вина пока не доказана, кажется и виновными себя-то не считают. Они, во-первых, не обращаются. Я их и не встречала нигде. Даже хоть бы изменения позвонили, попросили. Меры все уже приняты. И административное воздействие, и снятие коллекционной категории. Но основные меры будут, конечно же, приниматься после правовой оценки. Мы считаем, что это именно человеческий фактор. С чем он связан? Чего, которое я не хотела бы не говорить, это докажет следствие. За ненадлежащее исполнение обязанностей против некоторых медицинских работников возбудили уголовное дело. Следователи уже допросили свидетелей, очевидцев и медперсонал. Ведомственное независимое расследование провело управление здравоохранения Витебского облсполкома. Не обошлось и без комплексной судебной медицинской экспертизы. Оба исследования были проведены независимыми высококвалифицированными специалистами. И они дают следствие основания полагать, что медицинская помощь действительно была оказана ненадлежащим образом. В настоящее время имеющиеся в уголовном деле доказательства позволяют сделать вывод о виновности отдельных лиц медицинского учреждения. Точку в этом резонансном деле поставит суд. Вот только никто, даже справедливая эфемида, не сможет вернуть ребенку руку и склеить его разбившуюся мечту. Марина Павлоградская, Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ. У Брестской области юбилей 75 лет. Сегодня в 20 ее городах прошли десятки праздничных мероприятий. Основным же стало вручение удостоверений почетных граждан Брестской области. Возможно, через много лет их имена, как и Наполеона Орды Юлии Нестеренко, будут ассоциироваться именно с Брещиной. Юлия Бешанова побывала на торжестве. В этих архивных документах день за днем вся история Брестской области. Точка отчета указ Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня брещанами себя называют порядка полутора миллионов человек. Брестская область отчитывает свою историю с 4 декабря 1939 года. Именно в этот день был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Барановической, Белостокской, Брестской, Вилейской и Пинской областей в составе БССР. К сожалению, подлинника этого документа у нас нет, но вот такой он был вроде бы коротенький. А это уже подлинник. Протокол одного из первых заседаний Брестского область полкома. Самое важное решение – создание системы образования и здравоохранения. Спустя 75 лет достижение врачей по-прежнему повод для особой гордости. Брестские медики первыми в регионах освоили операцию по пересадке донорских органов. Сегодня в Бресте вспоминали прошлое, говорили о настоящем. В плане развития нашей экономики и тех показателей, которые у нас есть, конечно же, наша область можно назвать лидирующей. И здесь очень большой труд тех людей, которые работали до этого, которые закладывали тот базис, тот фундамент, на котором мы сегодня строим очень добротное, хорошее здание, которое называется Брестская область. До настоящего времени список почетных граждан области состоял из шести имен. В том числе первого белорусского космонавта Петра Климука, дважды Героя социалистического труда Владимира Бедули, Белой Молнии Юлии Нестеренко, Героя Белоруссии и Петра Прокоповича. Сегодня список тех, кто внес в развитие региона особый вклад, пополнился еще пятью фамилиями. Примеряя почетную ленту, Мария Петровна заметно волнуется. Она первый педагог, которому всего через несколько минут будет присвоено почетное звание. Это очень почетное звание, дорогое звание. Это звание за всю жизнь, за твою работу всю жизнь. Героическая Брестская крепость, уникальная Каменецкая башня, Белорусский Версаль, Ружанский дворец. О брендах Брестской области знают далеко за пределами нашей страны. На помостках Брестского международного музыкального фестиваля «Январские вечера» ежегодно сияют звезды мировой величины. Лучшие режиссеры привозят свои театральные работы на белую вежу. Белорусская пуща, Белорусская пуща, Белорусская пуща. Этому хиту готовы подпевать как минимум на одной шестой части суши. Белорусская пуща – один из самых посещаемых туристических объектов страны. Ежегодно сюда приезжают более 200 тысяч туристов со всего мира. К слову, именно здесь 11 лет назад поселился белорусский Дед Мороз. Юлия Бешанова, Сеслафикарский, телекомпания СТВ, Брестская область. На этом у меня все. О чем жил главный город страны, расскажет программа «Столичные подробности». Итоги дня в 22.30 подведет Олег Степанюк. Я же на этом прощаюсь и желаю нескучного вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова